Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Samsung Galaxy A20 стоит относительно недорого. Когда снимается обзор, это июнь 2019 года. Его можно купить по Яндекс.Маркету «Регион Москва» где-то от 11 до 15 тысяч. Скажем, не самые большие деньги. Здесь большая батарейка 4000 мАч, здесь тройной слот, здесь Super AMOLED дисплей, пусть всего на 6,4 дюйма, всего лишь HD Plus разрешение. Ну, не могу сказать, что как-то пиксели бросаются, хотя опять же от зрения зависит, но лучше бы Full HD поставили. Телефон по-своему интересен, свои косяки есть, свои плюсы, обо всем подробно рассказываю. Приятного просмотра! Первое. Конечно же, внешний вид и материалы корпуса. На сайте официальном Samsung написано, что про эту модель задняя крышка из стеклопластика. Что за зверь такой, я до конца не пойму. Напоминает просто обычный пластик, маркий, то есть телефон очень маркий, но, по крайней мере, из рук не выскальзывает, как влитой лежит в руке. Это неудивительно. Пластиковые телефоны, или стеклопластиковые, как этот, обычно действительно в руках лежат хорошо. Дисплей занимает почти всю переднюю часть передней панели. Единственное, снизу подбородочек небольшой есть, но если попридираться, то и с боков рамки есть, и вырез под фронтальную камеру в виде капли. Но, как-то мы уже к такому дизайну привыкли. К тому же, можно вот эту фронтальную камеру скрыть, если вам не нравится, можно оставить. Дело вкуса. Сам телефон в руке лежит все равно достаточно органично в черном цвете. Ощущение, что держишь экран, большой экран в руке. Но, конечно, нижней рамочки я бы хотел чуть поменьше, но этим грешат практически все производители. Сверху у нас только дополнительный микрофон, кнопка включения и кнопки громкости под большой палец правой руки удобно расположены. С левой стороны слот, тройной, две сим-карты и карта памяти. Динамик на боку только один, под ним разъем Type-C и разъем для наушников. Подробнее о звуке вы меня очень часто просите. Что касается звучания наушников через 3,5 мм, обычные хорошие добротные наушники, я могу сказать, что звучит в принципе хорошо, тем более для относительно недорогого устройства. Кроме того, есть Dolby Atmos, которая немножко помогает еще звук улучшить. На более дорогих телефонах, где я тестировал, где есть Dolby Atmos, например, Huawei Mate 20, к примеру, там даже на высокой громкости на тех же самых наушниках звук облагораживается, он приукрашивается, конечно, но очень мощно и круто. Здесь совсем немножко он приукрашивается, но все равно качество звука в наушниках я отмечу как хорошее. А вот качество динамика, оно абсолютно среднее. Я специально запустил и игру, я запустил и фильм, я запустил, то есть и звонок. Оно такое, ничего не преобладает, нет ни высоких, ни низких, понятно какие низкие частоты через динамик, но я бы его назвал как абсолютно средний. То есть динамик ничем не удивил и не очень комфортно, честно говоря, смотреть фильм, потому что всякие вот эти высокие частоты, их здесь просто не хватает. Но для своей цены нормально. Сканер отпечатка на задней спинке, камеры в верхнем углу, камеры практически не уступают, подробнее о них тоже расскажу чуть позже. Сканер расположен очень неудобно, у меня достаточно большие руки и даже мне, держа телефон, приходится немножко тянуться и мало того, сканер его ищешь здесь, а он сверху и пользоваться им неудобно, честно говоря. Плюс ко всему сканер не самый быстрый, проходит реально где-то больше секунды, а то и полторы, то есть проходит достаточно времени. Но можно разблокировать с помощью фронтальной камеры, здесь происходит это все быстрее. Но, опять же, телефон бюджетный, придираться не буду, разблокировка что сканером занимает где-то полторы секунды, что лицом занимает ту же самую секунду, но это мелочи, просто рассказываю все как есть. Экран 6,4 дюйма 1560 на 720, 19,5 на 9 разумеется, плотность пикселей 268 пикселей на дюйм, это HD+, разрешение на 6,4 экране. Конечно это немного, но глаза у всех разные, конечно пиксели на грани фола, считается от 300 пикселей на дюйм уже разглядеть нельзя. Здесь, если какой-то мелкий шрифт, шрифт конечно рыхлость какая-то будет, но я проблем каких-то не вижу. Но, конечно, Full HD+, для такой большой диагонали было бы лучше. Дисплей по технологии Super AMOLED, есть настройки цветовой температуры, разные режимы, в целом по нему вопросов не возникает, учитывая цену, отлично. И самое главное яркость. Яркость достаточно высокая, то есть можно телефон раскалить и даже на улице будет все хорошо видно. По производительности тут все просто. В Antutu набирает порядка 90 тысяч, а собственный процессор от компании Samsung 7884, то есть Exynos 7884, два ядра 1.6 и шесть ядер 1.35 всего. То есть телефон не тормозной, нет. Но если в фоне открыто много вкладок, браузер, камера, все это висит, то здесь все-таки уже вот нажимаем, например, новое, открыть например тот же браузер, то уже проходит ну не несколько секунд, но опять же проходит какое-то время. С другой стороны, ребят, я прекрасно понимаю, я не использую телефон, не сравниваю телефон за 12 тысяч с телефоном за 30, за 40 или за 50, это нужно четко понимать. Телефон нормальный, но немножечко иногда задержки могут быть. Вот нажимаешь на галерею, какая-то секунда проходит. Но это возможно мои придирки, как техноблогера, поймите меня правильно. Ничего плохого про производительность телефона сказать не могу. Такие тяжелые игры, как PUBG Mobile, например, конечно нужно ставить средние настройки, а игры-гонки, например, Asphalt 8, No Limit, например, NetForce Speed, они пойдут конечно же без проблем, будет отличное отражение, там очень круто все пойдет. У меня версия 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной. Если этого мало, то очень здорово выручит карта памяти, которую можно поставить третий. Слот здесь именно не совмещенный, а тройной. В смартфоне три камеры, 13 мегапикселей плюс 5 мегапикселей и 8 мегапикселей фронтальная. По качеству камер, по всем сразу могу сказать, все достаточно средненько. Никакого чуда нет, телефон не смог удивить. Ночью снимает плоховато, видео мне также не очень понравилось. Это не придирки, но телефон относительно недорогой, нужно понимать. Но опять же сказать, что мыло какое-то я не могу. Мыло это на телефонах за 4 тысячи рублей. Чтобы убедиться лучше в моих словах, вы посмотрите оригиналы фотографий, они не такие плохие за эту цену. Есть, ну не совсем широкоугольная, она края практически не отодвигает, но вторая камера используется все-таки как широкий угол. То есть это удобно, например, для риэлторов. Как пример, пришел в комнату и сразу больше просто снимешь. И еще раз отмечу, искажений по краям практически нет. Это можно использовать и при видеозаписи, широкоугольную запись. И даже, несмотря на то, что камера фронтальная только одна, можно использовать широкоугольную камеру программными средствами на фронталку. В целом, за свою цену нормально. Насколько это нормально, посмотрите оригиналы. Я не ленюсь и всегда ссылку на оригиналы, пруфы оставляю. Телефон оснащен всем необходимым. Есть модуль NFC, есть не только GPS и GLONASS, но и также модуль Beidou. Bluetooth, Wi-Fi, все, разумеется, присутствует. Оболочка от Samsung, она гибкая, в ней можно найти и под себя настроить очень многое. Я понимаю, не всем нравится, я делаю уже не первый обзор Samsung с этой оболочкой. Многим не нравятся большие ярлыки, а я, наоборот, люблю. Когда я ставлю себе сторонний лаунчер на свое Android-устройство, я обычно ярлыки, ну на таком большом экране, я их делаю просто большими, мне это нравится. Тут дело вкуса. Опять же, никто не мешает сменить эту оболочку на что-то другое. Но в целом она неплоха. Можно и кнопки поменять местами, можно сделать управление жестами, но на Samsung они такие кривоватые. Это не в чистом виде жесты по экрану, а просто вот эти кнопочки, они становятся едва заметными внизу. Можно и настройку цветовой температуры сделать, и куча всяких фишек в Samsung есть. То есть фишек именно в Samsung достаточно. Поднести телефон к уху, чтобы ответить на вызов. Это в мороз, например, удобно. Всякие вещицы, они здесь встроены, и это хорошо. Можно ими не пользоваться, но пусть они будут, потому что как тот же Google Pixel, он пустой. Конечно, нельзя сравнивать Pixel там за 40, за 50 тысяч и выше этот, но как пример все-таки. Чистый Android, оболочка от Samsung, это довольно-таки разные вещи. Итоги по этому телефону. Вроде и неплохо. И Super AMOLED дисплей, и батарейка 4000 мАч. Кстати, об автономности не рассказал, я протестировал. У меня получился результат 11,5 часов видео на максимальной яркости экрана в режиме самолета. Это, конечно, очень неплохо. Хороший показатель. В реальном использовании 4000 батарейки вам хватит, ну, дня на полтора, на два, как будете пользоваться. А можете и сзади не убить. Все-таки процессор здесь по 14 нанометровой технологии, от процессора тоже многое зависит. Но в любом случае автономность, ну, точно нормальная. Так вот, вроде и батарейка 4000, и тройное сло здесь, и Super AMOLED экран, пусть и с HD+, разрешением, и разъем для наушников есть. Все вроде ничего. Но это типичный середнячок. Это не бюджетный телефон. Это средний. За свои деньги, если покупать его тысяч за 12, за 13, мне кажется, очень хороший вариант. Единственное, конечно, те, кто будет писать, там, можно взять тот же Xiaomi, или сейчас Realme появился на 710. И, наверное, вы тоже будете правы. Процессор все-таки Snapdragon лучше, чем Exynos. Но если вам не нужно играть в игрушки, если вам не критичны вот эти маленькие небольшие задержки, которых нет на Snapdragon, даже на 660, уже относительно старом, которому уже года три, то вариант нормальный. Все плюсы и минусы вам рассказал, как есть, а тут выбор уже за вами. Сколько стоят актуальные цены по индекс-маркету? Ссылку я оставлю под этим видео. Можете посмотреть, кликнуть на нее. Также можете посмотреть примеры фотографий. На этом у меня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. Обязательно подписывайтесь на канал. Всегда много интересного.